Друзья, здравствуйте! Меня зовут Фролова Мария, я леттеринг-художник. Леттеринг — это рисование букв. Могут быть отдельные буквы, фразы, слова и целой композиции. И сегодня в рамках эфира по марафону «Масленица арт» мы как раз будем рисовать тематическую леттеринг-композицию, посвященную Масленице. Также этот марафон посвящен монетизации творческих навыков, поэтому хочу вам рассказать, где же вы можете применить эту композицию. Во-первых, конечно же, вы можете ее сделать как открытку. При сканировании вы можете делать с ней любой принт, то есть распечатать на подушке, на кружке, даже на полотенце, да, и подарить такой вот тематический подарок. Еще можно нарисовать такую композицию, например, на штендере, на ярмарке, и она будет привлекать, конечно же, внимание к месту, где она размещена. Вообще, леттеринг — это очень увлекательное творческое занятие. Я надеюсь, вы получите удовольствие. Давайте я вначале вам расскажу, какие инструменты нам понадобятся. Во-первых, это лист бумаги. Лучше, чтобы он был поплотнее, то есть подойдет бумага для акварели. Можно самую обычную, если есть возможность с содержанием хлопка, да, или более плотную, то это очень хорошо. Еще нам обязательно понадобится простой карандаш. У меня он механический 0,5b. Ластик. У меня ластик-клячка. Она удобна тем, что принимает любую форму, а также не дает катышков, которые не нужно потом смахивать. И для завершения композиции нам нужно будет два цвета — черный и красный. Можно использовать любые материалы, которые у вас есть. Например, черную гелевую ручку красную, фломастеры, либо краски. Также, если вам сложно на глаз отмерять половину, да, например, или делить отрезок в несколько частей, можете еще использовать линеечку. Давайте вначале я расскажу вам немножечко вообще про леттеринг. Мы сегодня будем рисовать леттеринг-композицию по фразе «Весну встречай, блинами угощай». Вот такая масленичная у нас фраза. Мы будем ее писать разными шрифтами. Сейчас я познакомлю вас с основными шрифтами. Вот. Первый шрифт — это «Гротеск». Видите, он такой рубленый также называется. У него штрихи у букв все одинаковой толщины. И кончики такие, как будто бы обрубленные, да. Ну, такой печатный современный шрифт. Следующий шрифт также печатный. Он называется «Антиква». Но в отличие от «Гротеска», у него есть толстые штрихи и тоненькие. То есть есть контраст. Также на концах штрихов есть такие маленькие штрихочки, которые идут по линии, на которой стоят буквы. Она называется «Базовая линия». И вот эти маленькие штрихочки называются засечками. То есть особенностью антиквы является наличие контраста и наличие засечек. И последний — это рукописный шрифт. Шрифт, который имитирует рукописное написание. То есть как будто бы взяли кисточку, да, и красиво написали эти буквы. Различие в том, что мы не будем сразу их писать. Мы их нарисуем просто вот в таком стиле. Некоторые шрифты у нас будут стилизованы. Я вам расскажу, как их можно будет стилизовать. Потому что у нас, да, композиция посвящена Масленице, такому традиционному народному гулянию. Поэтому у нас антиква будет стилизована под такой традиционный русский шрифт. Итак, первое, что нам нужно сделать, это сделать разметку. Во-первых, нужно обязательно расчертить серединку листа. Наметку мы делаем кандашом тоненько. Я делаю на глаз, вам тоже советую делать на глаз, потому что так развивается ваш глазомер. Если вам сложно, то можете по линейке померить. Расчерчиваем серединку. И обязательно оставляем поля. То есть в этой ринге, чтобы наш глаз хорошо видел всю композицию целиком, нужно оставлять расстояние от краев листа, чтобы при соприкосновении какие-то элементы не отвлекали внимание. То есть чтобы весь наш взгляд был сосредоточен на композиции. И примерно 3 см сбоку. И где-то 4-5 см сбоку снизу и сверху. То есть у нас композиция будет вписана в такой овал примерно. Мы можем прям пунктирчиком так тихонечко его обозначить, просто чтобы не заходить за эти границы. Во всяком случае, если заходить, то не сильно. Следующий этап это распределение блоков для слов. У нас получается весну встречай, блинами угощай. 4 слова. Мы сразу думаем, какими шрифтами можно их написать, какие можно использовать дополнительные декоративные элементы. То есть в лентеринге помимо самих букв есть еще декор, который нам помогает такое настроение создать. Например, можно использовать именно для масленицы какие-то блины нарисовать или такие славянские символы. Вот я, например, в нашей композиции буду использовать такой баннер-ленточку в виде полотенца такого рушника. И солнышко. Солнышко у нас будет примерно в центре. Давайте его сразу здесь обозначим. Округленькое, да. Вот с такими лучиками. Похоже, как у нас на обложке марафона солнышко. Мне оно очень понравилось, поэтому я решила в композицию тоже примерно что-то такое включить. И распределяем блоки. У нас будет такая симметричная композиция, то есть блоки для слов будут располагаться симметрично относительно вот этой средней линии. Чтобы композиция смотрелась интереснее, вот эти блоки должны быть разного размера. Давайте сейчас примерно расчертим. То есть здесь у нас будет слово весну. Не очень удобно из-за камеры, но они должны быть более-менее горизонтальные. Такой блок у нас получается. Видите, симметричный. Здесь весну, да, встречай, как я говорила, у нас будет вписан в такой баннер, ленточку. Чтобы его нарисовать, мы делаем такие полукруглые края его. Здесь вертикально замыкаем. То есть он тоже похож на такой блок, только полукруглый. И дальше, как ленточку, да, изгибаем его назад. Я это называю С-образный изгиб. Он может быть такой четкий, может быть С-образный. Только будто мы такую букву С здесь написали. С этой стороны и с этой стороны. И продолжаем его дальше. То есть у нас такой загиб получился в этой ленте. Дальше можно сделать еще один загиб, чтобы она была интереснее. Да, вот эти загибы должны быть одинаковой длины. Вот мы его вот так закончили. И опять С. Такую делаем. И уже кончики, да, вот сюда выводим. Кончики эти могут быть разной формы, но так как у нас как будто бы это полотенчик, да, и будет еще такой узор на нем, поэтому я решила ставить их такие вот прямые кончики. Следующий блок у нас будет внизу. Вот здесь вот. Да, весну встречай, блинами. Как раз здесь под солнышком будет идти. Так как он такой полукруглый, более, да, выпуклый, чем верхний, давайте здесь сразу обозначим оси букв, в которые пойдут, потому что обычно оси вот такие вертикальные, да, а здесь они как будто будут расходиться из центра. То есть мы сразу вот так обозначаем оси. Будто бы вот этот круг, да, и вот здесь в центре они где-то сходятся. И последний блок, он как такой пазл, да, то есть верхняя часть будет такая же полукруглая, потом идет вниз, и здесь уже прямая вот такая. Вот это мы сделали такие блоки, да, для наших слов. Между ними может быть некоторое расстояние, да, потом мы это заполним декором тематическим, который подойдет к нашей композиции. Следующее, что нужно сделать, это распределить места для букв. То есть мы считаем количество букв и делим наш блок на это количество. Еще нужно учитывать, что между буквами есть промежутки, то есть мы не можем букву, да, не отделять другой, написать, поэтому еще нам сразу нужно будет учесть, что между буквами есть расстояние. Первое слово у нас весну, там пять букв. То есть мы вот этот наш блок делим на пять частей. Сначала просто на пять, да, а потом еще каждому прибавляем сбоку понемножку, чтобы это было расстояние как раз между буквами. Когда вы расчерчиваете, вы еще должны учитывать размер буквы, например, слой весну, да, все буквы примерно одинакового размера, нет таких широких букв, как Ю, например, или Щ, А вот слове угощай, которое у нас внизу, уже есть буква Щ, и для нее нужно выделить место побольше. Следующее слово у нас встречай. там у нас будет восемь букв. Когда мы вписываем в баннер, мы обязательно отступаем от краев, то есть у нас такой небольшой блок, да, для самих букв будет как раз внутри баннера. и вот так вот на восемь частей делим его, да, между буквами тоже такие промежутки вставляем. Снизу у нас слово блинами, 7 букв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне как раз здесь так и получилось примерно. Вот, но здесь у нас будет рукописный шрифт, он более такой вариативный, поэтому, да, мы примерно расчерчиваем, а дальше уже будем, когда вписывать, будем смотреть, как лучше. И слово угощай. У нас шесть букв. Но Щ у нас, да, такая по... по шире, поэтому мы не с центра начинаем, а немножечко вот сюда заходя. То есть вот Щ у нас широкая. Вот, а эти примерно... Остальные примерно одинаковые. Тоже расстояние обязательно. Вот, и смотрим. Это мы все делаем, чтобы у нас все буквы поместились, чтобы не было такого, что мы начинаем вырисовывать крупно, красиво, а потом у нас не хватает места, да, то есть мы вот так вот сразу все расчерчиваем. Следующее, что нужно сделать, это вписать графемы букв, то есть вписать символы букв. Опять же, мы не вырисовываем все, мы просто вписываем, да, в наш... Смотрим, как это будет смотреться. В наш блок. Например, в верхний блок я смотрю, что можно бы сделать чуть-чуть повыше, потому что у нас такие буквы должны быть немножко вытянуты, так как мы их стилизуем под такие русские, да, буквы. Там есть такой метод письма, как вязь, и он довольно вытянутый, чтобы они смотрелись, да, аутентично мы должны чуть-чуть повыше сделать. Сначала мы выбираем шрифт, да, то есть вот этот, он больше похож на антикву, то есть там есть такие широкие, да, штрихи, и тоненькие, поэтому мы таким, можно сказать, вписываем печатные буковки. Потом я расскажу, какая будет у нас модификация, но пока мы просто, да, смотрим, как они выглядят. Возможно, нужно будет, да, что-то подвинуть, чуть-чуть поменять форму какую-то. Вот, все это сразу усмотрим. Так, здесь у нас встречай. Встречай. Здесь мы вписываем сразу рукописные написания, то есть как будто мы пишем, да, красиво, таким каллиграфичным почерком, вырисовывая все буковки. То есть мы, видите, у Б делаем такой красивый здесь хвостик. Бли. Да. Какая с М у нас такая пошире, и И будет на одном уровне с Б. И можно из, да, последнего штриха вывести такой тоже хвостик сюда, чтобы он рифмовался с нашей Б, которая у нас в начале. И здесь у нас угощай. Видите, я сразу немножечко модифицирую форму букв, потому что, да, у таких вот русских стилизованных букв немножечко будет меняться, не похоже на современные, поэтому сразу такой вот. Например, сейчас я пишу круглую О, да, потом покажу, как стилизовать под такой... более такой старинный вид. А, тоже такая необычная. Она похожа больше на я, старинная А. И примерно такая же. Здесь кратку такую нарисуем, потому что это у нас и краткая, да, можно ее как-то красиво потом будет оформить. Вот, мы вписали наши буквы, но после этого можно стереть вспомогательные линии, да, чтобы они нас не отвлекали. Всю нашу разметку. Вот, чтобы проверить, как у нас буква без разметки смотрится, потому что бывает разметка, да, она тоже занимает место, и отвлекает нас от самих букв. Кажется, что вроде как все плотненько, хорошо, а когда стираем разметку, оказывается, что где-то пустовато. То есть мы это потом все компенсируем. Так, сейчас стираем. Вот, и сейчас уже начнем прорисовывать более подробно наши буквы. Давайте немножечко поправим форму, да, увы, здесь у нас, чтобы она была такая более стилизованная, вот этот нижний полуавальчик, он как будто вот так вот выгибается. Уе такая ромбовидная форма, то есть она будет вот так вот идти. Есть такой хвостик. У Эс тоже похоже. Делать ее чуть-чуть покрупнее, потому что она у нас в центре находится. Эта, в принципе, такая стандартная. Я такие засечки сразу обозначаю, чтобы, да, потом не забыть, что они у нас должны вот быть на одной линии. Здесь тоже такой завиточек. То есть, видите, У тоже немножечко необычный, то здесь вот эта линия идет вот так вот вниз. Где встречай, просто обводим. Блинами тут вроде все хорошо. Тоже просто чуть-чуть обведем, чтобы уточнить, да, наши буковки. не забыть, где они. Засечки обозначаем. Здесь О у нас тоже такой вот будет формы. Такой ромбовидный, да? Так. Здесь А мы уже сделали такую необычную. необычную. Похожую на Я. И краткая традиционная форма. Теперь, когда мы прорисовали, да, основу наших букв, мы можем уже наращивать толщину их. такой плавный переход засечки. И вертикальные штыхи, да, добавляем толщины. Здесь на скруглениях утолщаем плавно. А вот эта ширина должна быть везде одинаковая. Нужно за этим следить. тоже вот так утолщаем. Здесь вниз идет этот средний элемент. С. Опять же, смотрим, чтобы не было очень пусто, да, и наоборот, очень мало места. В принципе, я сейчас вижу, что можно их будет еще утолстить немножечко. Ну, я думаю, мы сделаем уже, когда будем работать над чистовиком. Не забываем про засечки. Да, вот в эти штрихи, которые идут по линии базовой. Вот. Делаем такие плавненькие в них переходы. Лесно у нас готово. Встречаю, здесь нам нужно будет только утолстить все, да, нарастить как бы все штрихи одинаковой толщины, потому что это у нас гротеск. То есть, ни засечек, ни толстых, тонких штрихов у нас здесь не будет. Поэтому просто их равномерно утолстим все штрихи. Здесь такой простой шрифт, потому что он у нас вписан уже, да, в такую сложную форму, поэтому если его сделать каким-то необычным, то это уже будет перебор. Так. В рукописном шрифте у нас такое правило, что когда у нас рука идет вниз, то штрих становится толще. вот здесь вот Б мы как пишем, вниз, да, этот штрих утолщаем. Тоже, толщина должна быть одинаковая и плавненькая. Вот это утолщение доходит до вот этой нижней точки кружка, вот этого овала. Наверх уже тонкий идет. Давайте вот этот элемент, верхний выносной, который сверху, находится над линией. Делаем такой же, как вот здесь. Так вот. Тоже его к серединке утолстим, к концу сделаем такой кончик остренький. У Эл мы начинаем тоже вниз, потом наверх, где вниз вот этот краешек делаем такой небольшим наплывом. То есть не просто, прямой, а чуть-чуть вот справа скругленный. Наверх тоненький, здесь тоже такой кончик. Так. И здесь отделила от N, чтобы не было, да, вот такого как-то заборчика, чтобы буквы лучше читались. Потому что в леттеринге, конечно же, читаемость букв очень важна. Потому что это все-таки информация, которую мы хотим донести через наш рисунок. Есть, конечно, леттеринг, где вообще не читается то, что написано. Это тоже имеет место быть. Но именно в плане вот такого применения потом, да, потому что у нас все-таки марафон посвящен такому применению леттеринга. Ну, и применению арта, да. Лучше, конечно, чтобы буквы были читаемые. Поэтому за этим нужно следить. Я иногда, да, так как я различаю буквы очень хорошо, могу их различить даже там, где их нету, я обычно спрашиваю у людей, которые далеки от этого, могут ли они прочитать, насколько быстро, насколько хорошо читается, особенно с рукописным шрифтом. Так, L, доделаем угощай. Можно тоже сделать такой завиточек изгул. Кончик немножечко толстенье. Тоже вертикальные штрихи толщаем. плавно тоже в кончик переходит. Засечку. Так. G. Здесь вот эту засечку, которая на этой части, можно тоже немножко стилизовать, сделать такую капельку, чтобы она сочеталась вот этими капельками, которые идут у нас на U. Буква Ш. Тоже утолщаем. Засечки. Это немножечко изогнутая у меня у меня здесь. Здесь вот это должен быть еще хвостик, он будет переходить в декор, который будет снизу. Так, здесь засечка, капелька, капелька, и краткой делаю. Если вам сложно вертикальной линии вести, можете делать это по линеечке. Вот, основные слова у нас готовы, теперь время декора, мне кажется, здесь хорошо будет смотреться сверху и снизу декор, чтобы как раз вот этот овал замкнуть. Он будет у нас такой растительный, потому что это весна, то есть с этой стороны у нас будет такой листочек. В леттеринге обычно используются довольно такие простые формы, несложные, тем более у нас такой народный, похожи на такие народные росписи, как там хохлома, например, да, и отсюда очень простой цветочек, то есть сюда расходятся два таких лепестка и здесь три верхних, вот так. Вот такой у нас получился, помимо таких небольших рисунков, да, у нас здесь цветы и вот солнышко, можно еще просто какие-то завитки использовать, флориши, например, вот отсюда, да, можно сюда, чтобы завершить вот эту часть, сделать такой завиток. Вот, и с той стороны, например, они должны дополнять композицию, да, то есть если мы выбрали какой-то стиль, как здесь народный, да, то они должны соответствовать выбранному стилю, то есть если это был бы какой-то прям современный леттеринг, возможно, там могли быть какие-то звездочки, лучи, что-то более такое строгое, да, но у нас здесь такой народный стиль, поэтому такие элементы. Давайте отсюда еще сделаем, да, видите, у нас здесь пустые места и как раз мы и заполняем таким декором. Здесь просто такие капельки например можно сделать и завиточек. Вот с этой стороны что-то похожее. То есть вот эта симметрия у нас сразу да, глазу и легче ее воспринимать, поэтому асимметричные композиции, они на самом деле всегда более выигрышно смотрятся, но зато асимметричные, где не так всегда расположено одинаково они более интересны обычно. Так, где завитки? На самом деле не обязательно их делать прям везде, мы еще делаем другой вид декора здесь. Здесь мы в принципе используем только вот завитки, капельки какие-то. Здесь у нас например есть кратка от буквы и краткой здесь мы можем вот так сделать здесь как раз зеркалим повторяем верхний вот этот мотивчик, то есть здесь у нас будет такой цветок и сюда выходит листочек. Я сейчас сильно не закрашу, потому что потом мы все равно будем это закрашивать краской. здесь флориши. Думаю, в принципе, нам хватит вот этих элементов. можно добавить небольшие точечки, чтобы собрать завершить нашу композицию. Мы их ставим в таких пустых местах. Можно их ставить вот здесь по началу и завершении например, слов. То есть они как бы рамочку такую делают для наших букв. Здесь наше солнышко. Здесь например можно такие точечки сделать. Они не должны быть очень равномерными, просто заполняют пустое пространство. Давайте еще здесь в начале в конце слова добавим и в принципе наша композиция будет готова. Эскиз нашей композиции. После этого останется только обвести, чем мы выбрали либо черно-гелевую ручку, либо черный фломастер и закрасить красным буквы, которые элементы, которые останутся. можно немножечко пройтись пластиком, чтобы у нас не так жирно был карандаш. Еще можете подложить, когда будете зарисовывать, подложить вот сюда листочек под руку, под подушечку, чтобы не сильно размазывать. Также можно перевести на чистовик, то есть можно либо по старинке подложить на стекло, на окно и сверху положить листочек и аккуратно по контурам перевести, потом раскрасить. Можно сфотографировать, например, и потом доработать в программе любой. Если на компьютере, то в фотошопе, если на планшете, то, например, в прокреете. То есть эскиз это основа леттеринга, потом уже его можно по-разному дорабатывать, обрабатывать. Можно делать вообще одним цветом все черным, тогда это будет такой очень графичный принт, очень графичный компонент, добавить красного цвета. потихоньку начну закрашивать, чтобы было побыстрее, я возьму фломастер, сразу немножечко пожирнее эти верхние буквы делаю, чтобы не лучше читались, вообще выделялись лучше. вот таким образом мы закрашиваем, потом просто сотрём карандаш, там может быть где при стирании станции пробел еще доделаем. У нас такая по центру, я бы сделала ее красненькой. есть такая красная краска. Вы можете красить чем вам удобно. Единственное, если вы закрашиваете чем-то таким не очень перекрывающим, например, акварелью или карандашами, то лучше эскиз стереть прямо максимально тоненько. Здесь написан наш цветочек. так. по центру будет у нас таким акцентом я сейчас здесь докрашу потом в ускоренном темпе да да делаем ускорю композицию вот чтобы он просто было видно где что каким цветом закрашивать вот и вы сможете доделать уже либо самостоятельно либо в темпе в котором вам удобно также отдельно выложу пост готовой композиции чтобы вы могли тоже на нее ориентироваться по цвету сделал букву с вот и таким образом надо обрисовать все буковки а потом стираем карандаш и наша композиция будет готова а Продолжение следует... Вот такая композиция у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось заниматься буквами. Желаю вам продуктивного творчества и веселой масленицы.